Известно, что все прибалтийские страны сейчас испытывают трудности с демографической ситуацией, опасаются приезда туда людей из Северной Африки, где происходят не очень позитивные события. Поэтому понятно, что они выбирают, что лучше бы приехали люди из цивилизованной России, чем страны, которые могут своим приездом дестабилизировать ситуацию в маленькой стране Эстонии. Получение эстонского паспорта, следовательно, эстонского гражданства, может повлечь за собой меры дополнительные. У нас нет соглашения с Эстонией по двойному гражданству. И в связи с этим человеку, получившему эстонский паспорт и имеющий на руках российский паспорт, могут предъявить вопрос о том, что он должен сделать выбор в пользу одного из гражданцев. В Эстонии сейчас больше 100 тысяч людей, которые являются не гражданами, у которых очень оригинальные документы, удостоверяющие личность, если перевести дословно, то это инопланетяне. Паспорт дает возможность передвигаться по странам Евросоюза. Имеет возможность человек с этим паспортом жить в Эстонии, но он несколько поражен в гражданских правах. Он не может участвовать в выборах органов государственной власти. В Эстонии он имеет право участвовать в муниципальных выборах. Если говорить о Латвии, то там и в муниципальных выборах он не имеет право участвовать, что вообще является нонсенсом. То есть может приехать ирландец на территории Латвии, пожить некоторое время на территории любого муниципального образования и принимать участие в выборах муниципальной власти. А человек, который там родился и живет постоянно, не имеет права никогда участвовать в выборах на своей земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!